Набережная Каспийского моря, древний город и ультра-современные торговые центры. В Баку можно увидеть все. А еще здесь снималось немало классных фильмов. Хотя, похоже, все местные жители это уже готовые актеры. Берег город, охватив залив. Он старый, вечно молод. Здесь на берегу залив летит на город. Город мой Баку. Ну что ж, артистическая массовка и исторический центр привлекали сюда разных режиссеров, поэтому представляем наш топ-5 фильмов, снятых в Баку. На пятом месте знаменитая сказка «Айболит-66». Любимый всеми советскими детьми фильм Ролан Быков создал в далеком 66-м. Азербайджанская столица стала пристанищем злого Бармалея. И именно сюда спасать детишек прибыл добрый доктор Айболит. Съемки проводились в необычной манере. На воде и со множеством реквизита. Но вот кто переплюнул Айболита, да и другие фильмы, именно съемками на воде, так это «Человек-амфибия» — четвертое место нашего хит-парада. Сценарий этой научно-фантастической истории пролежал на полке 10 лет. Из-за специфических съемок никто не хотел за него браться, отказывались даже в Голливуде. Но только не режиссеры Геннадий Казанский и Владимир Чеботарев. Это они превратили старые кварталы Баку в далекий Буэнос-Айрес. Картина в итоге стала лидером проката в 62-м году и получила призы на кинофестивалях. На третьем месте масштабная картина «Тегеран-43». Совместными усилиями фильм снимали СССР, Франция, Швейцария и Испания. Часть съемок проходила в Баку, старинные здания которого внешне схожи с домами в Тегеране. Детектив с участием Натальи Белохвостиковой и Аллена Делона вышел на экраны в 80-м году и произвел фурор. Однако по масштабности их превзошел сам Джеймс Бонд на втором месте серия «Голливудской Бондианы» с участием Пирса Бростона под названием «И целого мира мало». На этот раз агент 007 отправляется к берегам Каспийского моря. Вот он мчит по Азербайджану в районе нефтяных вышек. Фильм собрал в прокате 362 миллиона долларов. Ну а на первом месте любимая комедия миллионов «Бриллиантовая рука». Фильм Леонида Гайдая сделал Баку по-настоящему знаменитым. Для съемок за ограниченных эпизодов на целых две недели азербайджанская столица превратилась в турецкий Стамбул. Узнаете место? Да-да, именно здесь стояла женщина легкого поведения и заманивала Семен Семеновича Горбункова из кинофильма «Бриллиантовая рука». А вот здесь Семен Семенович поскользнулся и упал, произнеся ту самую знаменитую фразу «Черт побери». На месте той самой аптеки сейчас расположено кафе, где можно сфотографироваться с персонажами знаменитого фильма и увидеть раритетные фото. Таким образом, побывав в Азербайджане, вы убедитесь, что эту гостеприимную страну не зря называют настоящим кинопавильоном под открытым небом, где каждый проживает свое кино.